Люди мои дорогие, всем привет! Слушайте, как резко наступила зима, а я не местная и не знаю секретов выживания в сибирских морозах. Пойду узнавать лайфхаки у профессионалов-сибиряков. Не можем разговаривать. Не можете? Замерли, наверное. Да, да. Да вообще тепло же на улице. Тепло? Да, конечно. Ну как тепло, холодно же. Тут тепло же. Ну, тут холодно. Вы что, не сибиряки, что ли? Не, я не. Ну, тогда вам не понять этого. А что могу? Согреть тебя даже. Меня согреете? Да. Каким-то образом? Вообще сексуально. Не-не-не. А чего? Не-не-не. Девчонки, вам не холодно? Нет. Голые ноги, вы что? Да. Не холодно? Нет. Вот смотри, солнце у тебя греет. Ну, оно-то светит, но не греет. Я сегодня хочу к депутату обратиться, к госсовету по этому вопросу. Мне, допустим, не холодно. Ну, я и одеваюсь, соответственно, тепло. Вот видите, у меня все шерстяное. Как к зиме быть готовым? Морозы грядут? Ну, нормально, я готов. Послезавтра мы уезжаем. А, вы уезжаете к тебе туда? Да. В тепло? Да, жарко там. Как готовиться? Никак не готовиться. Зима пришла, зима ушла. Вот и все. И трава, и мясо все есть. Утеплились? Извините. Горлодер, сало, картофель. А что мы сейчас говорим? Капусту квасим. У нас в Бурятии менталитет такой, что очень много мяса идет, в общем. Пора квасить. Уже заквасили. Ага. В ноябре начинают же квасить. Унты? Унты? Да. Что еще? Боюсь, что куплю унты, пафосные еще станут. Да, ну. Нет? Нет, конечно. Хотели бы себе унты? Нет. Носки монгольские. Верблюжья? Да. Носки, вот один носок верблюжья шерсть. Вот Байкал магазин есть? Один? Один носок. А второй? Не ношу. Унты? Не хочешь? Натуральное все. И вот это у меня тоже. Верблюжье. Термобелье. Термобелье. Подштанники, да? Да. Не отштребанил так. Это что значит отштребанил? Ну, чтоб подштанники носить. Теплые такие специальные. Я могу ходить до мая, до мая. Ну, штаны такие. Ага. Под низом они одеты. Ага. До мая, до июня я хожу. У каждого взгляды на подштанники свои. Никогда не бывает, чтоб я под брюки что-то или под джинсы не одел. Такого исключено. То есть, вы считаете, для подштанников нужен определенный возраст? Да. Это сколько? Ну, где-то 60. Ну, я оделюсь-то. Теплохо. Ну, не знаю. Ну, вроде тепло, но как-то все равно прохладненько. Да, ну, нормально. Нормально? Конечно. Нормально? Нормально, но дешево. Сейчас я тебе отдам подштанники. Ты не оденешь. То ли дело меховые стринги? Ну, вот это вот. Ну, что это? Шарфик. Ну, из чего он сделан? Я не знаю. Ну, так я знаю. Мой-то он из шерсти, видите? А мой нет? Да, твой, наверное, нет. Не надо много одежды. Нужно хорошую одежду иметь. Дубленка женская стоит. Вот нормальная, которую я бы свою супругу выпустил на улицу, да? Тысяч от 55 до 70 она стоит, да? Выпустили на улицу в смысле, чтоб не стыдно было? Ну, не то, что не стыдно, чтоб не холодно. Так вы, может, застегнулись, что-то вам не холодно? У меня одет я специально тепло. Я на машине все время. Я сегодня оделся тепло просто. Так оделся. Вот у меня одна рубаха, больше ничего нет. Так вы же голый почти. Зато же красиво. Ну, это красиво, да, но это неэффективно. Поэтому я хожу и думаю, пора делать ноги к югу. Я вообще люблю зиму. Мы раньше на спартакиады ездили на лыжах. Я люблю зиму, а без зимы никак. Ну, пожалуйста, вот мокрое все. Мокрое? Ну, вот. А, вижу, мокрое, да. Домашний, комнатный сибиряк. Можно ли быть красивой и в то же время в тепле оставаться? Да, это дорого стоит, правда. А шубу, кстати, купили жене? Да. Да? Да, конечно. Хорошую, красивую шубу? Не, мутон. Мутон? Вот самое главное, нельзя тратить, точнее, экономить деньги на обуви. Понимаете? Вот эти вот ботинки стоят они 7,5 тысяч рублей. Ого! Я морозов не боюсь. Салихарт я попадал, когда мороз 40 с лишним, и смотрел, китайцы сидят, торгуют. Почему перчатки не кожаные? Кожа мерзнет. Да. А у меня тоже не кожаные. Вот, да, да, вот это молодец. В этом правильно? Да, в этом правильно, конечно. Я знаю, что вы хотите со мной пообщаться. Да нет, я думаю. Мне нравится ваша передача. Ну ладно. Спасибо. Привет, ведущим. А жирок надо себе наедать на зиму? Ни к чему. Это вообще муравей или стрекоза по натуре? Сова, скорее всего. Чтобы согреться по утрам, это что нужно делать зимой? Вот зарядку надо делать, зарядку горячий, чай с лимоном нужно, кофе с лимоном, черный. Я обожаю. Да? Да. Как привыкнуть к этому климату суровому? Как? Наверное, нужно здесь родиться все-таки. Путем утепления стеновых панелей, потому что теплоизоляция теряется в связи с атмосферными осадками. Сибиряки не те, кто тепло одевается, а те, кто не мерзнут. Звезды, как крупа, и ленинному дому дорожка привела. Друзья, пишите в комментариях, как вы согреваетесь этой зимой, и меховой салон Иринель подарит самому лучшему сертификат на 5 тысяч рублей. Елена Смоленская, Ринчин, Павлов, телекомпания АТВ. Да, и кстати, при покупке мехового изделия в Иринель вы становитесь участником розыгрыша круиза на двоих по Средиземному морю. Поэтому успевайте и выигрывайте. Когда я вновь услышу ее нежные слова, Лена, моя Лена, я люблю тебя.